Ко дню пожилого человека приурочили торжественное открытие нового сквера в районе улицы 60-летия октября. Инициаторами благоустройства стали ветераны рыбокомбината. Проект реализовали за счет поддержки из окружного бюджета организатор конкурса грантов Департамент внутренней политики Ненецкого округа. Ольга Руслу расскажет подробнее. Пиво, воды, лимонады, качество ведь славила, а старин марцам нравила. Участники клуба ветеранов «Золотая рыбка» в частушках славят предприятие, на котором работали. Идея благоустройства территории перед зданием бывшей конторы предприятия – давняя мечта. Рыбокомбинат был одним из передовых промышленных предприятий нашего округа. В соревновании с Аркангельским рыбокомбинатом мы всегда занимали первое место. Хочу сказать, здесь люди научены рыбу коптить, рыбу солить, рыбу консервы делать. Рыбка еще у нас нет, рыбки, да, девочки? Рыбки нет. Потом это не доделано, потому что не хватило средств. Один делал, кошки какой-то начинал, все бросил. Потом другому передали. А вы представляете, значит новые деньги, новые все делать заново. Да, работа в сквере еще не окончена, но результат уже есть. За ним большой труд. Сначала общественники оформили заявку и представили ее в городскую администрацию. А мэрия направила ее на конкурс проектов развития общественной инфраструктуры и муниципальных образований, основанных на местных инициативах. Как всегда мы говорим, дорогу ослевает идущий. С клубом «Золотая рыбка» и советом об ВВГД мы об этом всегда говорили уже несколько лет. И именно результатом этой работы ветеранов Печерского рыбокомбината является благоустроенная территория строительной, данный сквер. А потому ресурсный центр НКО объявляет конкурс на лучший проект памятного знака предприятия, который установят в сквере рыбокомбината. Единственное, что я прошу, я прошу только одно. Никакую не пробую, а поделитесь, а какую рыбу. На самом деле идея о том, чтобы как-то обозначить у нас рыбный край. Первый заместитель губернатора Михаил Васильев в свою очередь отметил, что сейчас в городе реализуются 23 проекта по благоустройству. Такие инициативы похвальны, но останавливаться над достигнутым не стоит. И дал наказ депутатам этого района, а их три, в следующем году подготовить один-два проекта по улучшению жизни горожан. И тогда мы, как администрация округа, губернатор очень большое внимание уделяет как раз инициативным бюджетам, готовы выделять на это деньги. Поэтому, пожалуйста, подумайте еще раз о вас проект. На благоустройство сквера была выделена окружная субсидия в 1 миллион рублей. Согласно условиям софинансирования, из городского бюджета на реализацию проекта выделено более 345 тысяч рублей. Средства жителей и юридических лиц составили 151 тысячу рублей. При этом вклад жителей в реализацию инициативы предусматривается в различных формах, в том числе и трудовым участием. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».